ККД Взагоним ККД это вторая работа относимая до работы вытраченной вторая работа это один оборот винтовой пары доение сила умноженная на П П это крок и это крок то есть работа сила корыстная сила Ф умноженная на перемещение перемещение маемо на відстане декадривня шарм крок тому корыстная работа Ф на П ну сподеваюсь уже пометать из чрезвычайки пиши пиши механикой шо работа руху поле революционной силинце перемещено поколежем НАТО на на крок напрямку 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 силы рушильная сила рушильная ревня а я тут також сила сила АВ 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 на выбор тут також сила она должна перемещение а тут должна перемещение КВД на КВД також сила помноженная на перемещение за ней нам работать силинце Використовуючи вношення якими розглянули минулого разу ФД це два момента водової пари подв'язана на Д2 тобто сила це 2Т на Д і якщо використали формулу через рахунку на методової пари маємо 2П на Т Т на методової пари не тільки що подивлююсь Т Ф на Д2 пополам на тангенс і маємо ТД2 Ф на тангенс 2,2 скорочуюся за замість якщо подставимо замість Пси і Ро маємо Ф на ПД2 Ф на ПД2 це тангенс Пси т.е. Ф Ф скорочується і маємо там ПС поділено там ПС плюс Ру що цей формул ще цікаво і повинене Ро тобто з цієї кінцевої формули при граничному положенні самогонування ПСІ і Ро однака тобто ПСІ плюс ПСІ 100 т.е. 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 скручується і маємо одну однічку зверху однічку знизу тобто ККД в цьому рівні 0,5 все що ККД має більш ніж 0,5 це вже не самогідно а на рівні багато якщо враховувати в умові самоганування то один градус який має як до спріхи то реально т.е. максимально т.е. з умові самоганування 10,45 то треба намагатись отримати рівні таку яка має как ККД 0,4 0,5 ну реально це може бути 0,3 а 35 зазвичай зазвичай найменше ККД використовує там десь 20% тому це може бути але не дуже якщо це ручно процес руху пари і не не виграє то може 29% нічого такого страшного але якщо ви порастуєте велики передачу великих ламентів то краще мати туди побільше на 4 на 43 на 45 іноді ми при цьому маємо занадто велику візьбу але краще мати і більше 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 а більше в такому випадку ми знаємо ККД начало краще і пара хоче краще тобто чим більше момент потрібен чим більше може розрахувати і висок така має будь випадку 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 на паре я розраховав що випадку три умови знаєте яким ми можем розрахувати пари зміг драйков три умови це умова умови 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 спікисті умови износу спікисті износу спікисті спікисті найбільш в лошке важка умови умови зносу спікисті випадку тому що є козня 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 заслуждає завжди у добре ми вже добре добре ми відрозуміли що є контакт поверхонь є взаємний рух і таким чином міжша калематична пара і якщо в нас є така умова в нас є така умова в нас є така умова в нас є стійкості треба щось обмежити щоб мати для розрахунку потрібно виконання потрібних умов що в умови односостійкості маємо обмежувати зазвичай обмежують тиск 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 дарівня сила яка діє на глотову пар повинену поділену на хвощину якщо ми розглянемо квадрат квадрат це плечина зовнішньої поверхності дарівня 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 зробити такий підхід також побачите в нашому курсі якщо якщо в нас є хоч би одна формула то зробити знайти з нею що-неби можна якщо ми використаємо деякі комплекси або параметри які є безрозмірними і відношені двох або трьох скільки потрібно форму для параметри які можна використовувати от ф д2 h1 д2 невідомо h1 невідомо z невідомо z це кількість відків крок і замірник поділити на крок і поділити замість h1 а ще домножити на крок Тогда из этих двух форм можно сделать комплексы, которые безразумны, но их легко отримать або с досвиду, або с стандартным комплексом. Завмолвая стойкостью, ну, до речи, я на паре мы разраховывали в новой пятнице, на практике мы разраховывали, как вы выбрали целижбу, и там была форма, где два корня квадратных из СФ. То есть это подъявлено на ПІХ в великість, ПСХ маленький, и П запустимый тиск. Ну, тобто, вот всю формулу мы уже бачим, то мы двухаю стали. Завмолвая стойкостью, есть такое понятие, как гнучкость. И проблема в том, что если у нас растягивается зразок, то есть момент, когда в некотором перелозе утоняется, когда в напрямую довжина троску не изменена. Тобто, растягиваючи, мы маем таку ж дию сил вдовж лінію з'єднуючих шарниров, где закреплена держава. Но если мы используем стискание, то мы имеем в некоторых условиях, при каких еще до того, как разок отримает напружение дыши, чем в стыне, он начинает гнуть. То есть, цей згин приводит до того, что линия дии сил нас перепадает в линии века ген и осью, осью, нейтральной осью в том, что линия дыма. Вот, например, вся сила гея вдоль, вдоль линии века видны шарниры, а нейтральная осью, она скреплена. Мы просто таки увидим. Витки ця берется, все нормально. И, якщо мы предлагаем силу, то есть, зазвичай, мы не можем дуже точно влучити центр взроска. И есть какие-то необычные, но размещенные положения точки прикладывания относительно нейтральной оси. Теоретично, если бы они совпадали, я имею в виду, точка прикладывания силы и нейтральная веса, то мы сделали чистое тискание. Но, если бы это меньше, то мы имеем в виду, точка прикладывания относительно нейтральной оси, то мы имеем так называемое внецентровое стискание. И это внецентровое стискание, мы имеем силу, мы имеем в виду, мы имеем в виду, от точки прикладывания до точки нейтральной оси. То есть, мы имеем силы, мы имеем плече, мы имеем в виду. Вот такая ситуация может выникнуть, если мы ожидаем тискание. Есть формула, есть формула, в которой описывают этот феномен, это явление. И если лябда это безразменный коэффициент конечности, может быть если лябда меньше, чем 40, а гнучки, разраховываясь по такой формуле, зараз я говорю, что там, если лябда меньше, чем 40, то стейкость будет доволена завжди. Это означает, что разок працюю на стискании, не мое явление, как втрата стейкости. А вы, якщо меньше 40 и 100, то просто вот формула Лесинского, а якщо лябда меньше 100, то формула Эйлера просто точно. В цей формуле Эйл это должна эффективно эффективно должна деформованная часть на частина возрастку ню коэффициент ню який проводит должину L в эффективную должину должину это в некоторых выпадках должину должину 1 должину 1 но может быть и не 1 может быть 5 7 2 зараз мы все поделимся так вот так вот может быть разгляд это гнечкость або так звана критичная сила то сила яку может вытримать прыжок под яку будет видеть подмога или д и встат ню и те же самое что и тут но до дружности момент инерции перереза вот вот такую формулу можно разраховывать або перевернуть и если разрахунок размеров разводится по многому износу стейкости то тогда мы с того износу стейкости выраховываем размеры резьбы стандартная резьба мая стандартную 2.1 и можем перевернуть и выполнить эти умовы или если выполнить то может быть великим запасом означает что сразу працуем больше на стискании ниж на значкость або если не удовольняю эту умову нужно проверять или менять резьбу таким чином чтобы эта умова не выполнилась и резьба больше работает на стынки ниж на состейки и умовы умеетности на разрыв або на стыскание на разрыв не мают проблем с вернучкостью а якщо стыскание то проверяют стыскание то есть такая формула сила на площадь площадь Пи Д на единице минус альфа поделиваем на 4 это площадь коэффициент К для того чтобы мать на увазе момент скручивания вонтовой пары то мы мы вонтовую пару рухаем то мы могли бы переховать вонтовую мать вон значение Пси и Ру и если мы выполним рассчитывание поперед сегодня то мы еще не знаем ни альфа ни Пси и тогда мы маем использовать этот коэффициент до 1,3 то это не из рекомендованных стандартных реализов и таким чином можно рассчитывать D1 из этой формулы мы знаем что задано К 1,3 D1 мы находим альфа крэффициент перерезом и сигма запустим из зависит от материала с цей формулы можно найти D1 разрых разрых которые находятся для того чтобы стандартный D1 и таким чином вы значите с диаметром через D1 найти D2 D1 стандартный и таким чином вы понят проектированный разрахунок тот кто из этих трех формул но состоятельности и уменьшкости и уменьшкости вы выбираете D2 и раза D1 або один из этих параметров и потом вы 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 используете для того чтобы зайти в стандартные размеры так пошли далее проверочные разрыхунки вы вы используете те же самые отношения могут проверить перемирю но есть некоторые спрощения если проверка на уменьшность вы проводите вы проводите с урахованием нежкости то вместо этой формулы можно использовать вот 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 это так так званая теория местности их четыре если памятаете вторые материали третья або четвертая это может быть использована в таком випадке нам нужно рассчитывать окремо си окремо tau и потом использовать эту формулу си эквивалентная которая будет рассчитывать нормальные и и которые мы можем признать с допустимым допустимым фи это коэффициент который мы используем для того чтобы найти вплив гнучкости на коэффициент это коэффициент меньше на 1 и чем больше гнучкость тем меньше это коэффициент мы вступим в пятницу будем рассчитывать Гоинг там побачите цей коэффициент фи для розрахунки эквивалентных на напружин вырахованием гночки стены так вот я сказал что седьма окрема тау окрема седьма окрема выраховывается по классичной формуле седьмая фна да мы уже знаем D1 то мы выбрали резьбу в которой есть стандартный D1 и это стандартный D1 мы используем для заработки площади а вы меня чувствуете эгалит прием вы ману чуя-то прием не это лучше ни чем было или так же ну ладно будем считать что добр так вот D1 мы уже знаем можем пораховать напружение. 2000 ТАУ. Момент винтовой пары мы знаем. Момент, полярный момент, полярный момент инерции, на опору, так же, как для сгину, но на 16. ДА1 также мы знаем, Альфа знаем. Можем пораховать датичное напружение. Допустимое рассчитывается вот таким шляхом Сегма Т текучести, або пленности, что его называют, поделенное на допустимый коэффициент запаса, который есть от двух до пяти, в зависимости от того, какой механизм вы проектуете. Больше соответствующие случаи типа Домкрата или что-то такого, там, привода системы керувания литком, там, звичайно, момент запас местности должен быть больше, а таки по простейшему, как снимающие подшипников, там, або прессы, если его руйнование не приводит ни до каких-то побечных эффектов, которые могут привести до катастрофических наслідков. В таком случае можно будет брать меньший коэффициент запаса. Ну, взагалі там от двух до пяти нормально, до шести может быть. И фи еще раз повертаемся до цього коэффициенту. Мы уже побачили цю формулу, но теперь мы уже знаем, где один, тета, залежит от повнотипоперечного перереза, он рассчитывается. Коэффициент залежит от того, яке альфа. Альфа – коэффициент повнотипоперечного коэффициентства. Тобто, это геометричный параметр перереза. Довжина, мы уже сказали, и параметр, який ураховывает способ закрепления. Мается на озе ось ель, ель, должина ось вона. Ця должина може співпадати с физичной должиной, може не співпадати. Что мается на увазе? Ну, давайте разглянем перший варіант. Если жесткое закрепление с одного боку и с другого, то деформована частина меньше, чем загальная движка. Приблизно в два раза. То есть, что коэффициент до рівня 0,5, 0,5, 0,5, ось тут, ель – це фізичная довжина, и ню – це довжина, коэффициент, який враховує відменность ефективной довжины от реальной. Тобто ось ця частина, деформована зразка, вона приблизно в два раза меньше, чем загальная движина. До речі, коли ми розглядаем цей спосіб закреплення, якщо використовується розьба ковзання, то при кількість гвитків більше, 5 і більше, цей спосіб закреплення розглядається, як жорсткий, як нерухома опора. Тобто, якщо з одної сторони різьба ковзання і з другої сторони різьба ковзання, то може бути розглянути, як наполовину менший довжинний зразок. Такий випадок не завжди може бути. Якщо ми розглянемо з одної сторони різьбу, з іншої сторони підшипник ковзання, то маємо ось такий спосіб закреплення з коефіцієнтом 0,5. Коефіцієнт 0,7 – це той випадок, коли один край може бути защиплений таким чином, що тут немає деформації. А в іншому положенні маємо шарнір і крайний переріз зразка має можливість рухатись. Тобто по дію сили F крайний переріз може повертатись відносно осі. І таким чином збільшувати ефективну довжину різьбового з'єднання. Це випадок, коли, скажімо, в пресі, а з одної сторони ми маємо гайку з різьбою ковзання, а по іншій стороні п'яту з підшипником, з підшипником кочення. Тобто підшипник кочення дає можливість деякого зміщення і таким чином поворачувати може повертатись останній переріз на деякий кут. І таким чином коефіцент ню дорівнює 0,7. Тобто 70% загальної довжини приймає участь в деформації. Наступний варіант, коли маємо два шарніри на обох кінцях. В такому випадку верхній і нижній шарнір мають можливість повертатися відносно осі. І таким чином майже вся довжина, фізична довжина зростку приймає участь в деформації і коефіцент до рівня 1. Тобто довжина відстань між осями шарніра до рівня 1. І варіант, коли не до рівня 2, це той випадок, коли 1 кінець зафіксовано, як я сказав, це може бути різьба ковзання, а інший кінець не зафіксовано в просторі. В такому випадку вважається, що це тільки половина хвилі і тому коефіцент до рівня ефективна довжина на два рази більша, ніж фізична. Це випадок, коли ми маємо домкрати. Зверніть увагу, для домкратів коефіцент дню до рівня 2. Тут я хотів би вам презентувати так званий «Efficient engineer» сайт, де, як я вже казав, є багато цікавих, зручних роликів, які ви можете подивитися, щоб краще розуміти, про що ми розмовляємо. Баклінг – це стойкість к роздовжному згіну, то що ми про гнучкість розмовляли. Ну, я вам трошки покажу. Тут хвилин 15, то немає стільки часу роздадати це, по-перше. Друге, то що воно англійською мовою, тому, якщо захочете подивитися, і хто розуміє, поразуміється, вони так, подивитися картинки, щось запам'ятається. Ну, так, минутки на три вам покажу, щоб зрозуміло, як вона. Ну, то, що я вам казав. Якщо це теншина, це розтягування. Якщо розтягування, то деякі обмеження... ...exceeds the yield or tensile strength of the material. ... ... ... ... ... ... ... Продолжение следует... This doesn't always result in yielding or fracture of the material, but buckling is still considered to be a failure mode, since the buckled structure can no longer support a load in the way it was designed to. The most simple example of a structure at risk of buckling is a column. But individual members in trusses and frames can also be loaded in compression, and so are at risk of buckling. There are other less obvious examples, too. When railway tracks heat up on a hot day, the steel the tracks are made of tends to expand. But expansion in the axial direction is prevented, and so a compressive axial force builds up, which can lead to buckling. A very similar issue can occur in subsea pipelines that carry hot product. The compression that builds up due to the thermal expansion of the pipe steel can cause the pipeline to buckle on the seabed. Buckling can clearly lead to catastrophic failure, so how do we take it into account in engineering design and analysis? To answer this question, we need to travel back to the mid-18th century. In 1744, the mathematician Leonard Euler published a book in which he laid out a new method for analyzing functions, called the Calculus of Variations. To illustrate how this new method could be applied, Euler included in an appendix the derivation of an equation for the axial load that will cause a column to buckle. This is the Euler buckling formula, a simple equation that engineers continue to use almost 300 years later to design columns and other members that are loaded in pure compression. It's probably the oldest engineering design equation that's still in regular use. The critical load at which a column will start buckling depends on only three parameters. The Young's modulus of the column material, the area moment of inertia of its cross-section, and its length. It doesn't depend on the strength of the material at all. This form of the equation is valid for a column that is pinned at both ends, meaning that the ends can rotate but can't translate horizontally. So, a 2-meter tall steel column that has a circular cross-section with a radius of 40 millimeters would be expected to be able to support a load of around 1,000 kilonewtons before buckling, not including any safety factors. This assumes an idealized, perfectly straight column. At the critical buckling load, any small perturbation, whether it's a lateral force or a small imperfection, will cause the column to bend. If the cross-section has a smaller area moment of inertia about a particular axis, the column will buckle in that direction, and the smaller value of I must be used to calculate the critical buckling load. If the end conditions change so that the column is fixed at one end and free at the other, it will clearly only be able to support a much smaller load before buckling, and the buckled shape is different. We can easily modify Euler's formula to account for different end conditions by introducing the concept of an effective length. The effective length can be defined as the distance between inflection points on the deflected shape. The column that's pinned at both ends has an effective length equal to the column length, but for a column that's free at the top and fully fixed at the bottom, the distance between inflection points is twice the column length. Here are a few other common end conditions and the associated effective lengths. We can replace the column length in Euler's formula with the effective length to make the equation applicable for all of these end conditions. Or we can keep the column length and add in an effective length factor k. End conditions clearly make a huge difference to the critical buckling load and must be considered very carefully. Well, we have to understand it that, if common the anlamы QUESTION internal rev pulley would be integrated at the end of the body. We can actually divide the line of the column length in CUL Welcome to the Z crooked Division. In talking sociedade home, we have to set the this type of programme separate bodies, the revwed się in CUL especially in CUL. This is the case where we have to take longинки of with the groundacho powered. Есть додатковые элементы, кольки и ролики, которые расположены между винтом и гайкой. И в таком случае передача движения действует благодаря так называемым высшим кинематическим паром, то есть коченям. В этом случае гайка с винтом не контактует напрямую от теки через кольки и деякие есть способи, как повернуть кольки с одного кинца до іншого. Гайка с винтом, гайка, кольки, которые движутся между гайкой и винтом в тому или иншом направлении. И додатково появляется еще один элемент, так называемый канал повернения. Нам нужно, чтобы оно працювало долго, чтобы выпадали кольки. Поэтому мы должны их расположить таким образом, чтобы можно было из кинца гайка перекинуть на начало гайка. Таким чином забезпечить нормальную работу резьбы. Переваги. Высокий ККД до 96%. Это потому, что коэффициент тертя кочения значительно меньше, чем коэффициент тертя ковзания. Там ККД мы рассматривали до 0,5, а тут до 96%. Высокая вантажеподъемность, потому что гвинт и гайка сделаны из стали. То есть они имеют более высокую вантажеспроможность. И можно сделать кольки и дорожки кочения достаточно высоконапруженными. Можно их загротить и иметь очень большую поверхность. То есть твердость очень высокая. И таким образом допустимые значения будут значительно большими. Высокая жесткость, если мы используем шарик, кольковый механизм, кольковую вантажную передачу, то ее можно регулировать таким образом, чтобы выбрать все зазоры. И таким образом нет люфта, который характерен для винтовой пары ковзания. Потому что и сносостойкость работает, да и затискать его без зазору – это очень тяжело. А вот кольковую передачу ей здорово не затискаешь, потому что она имеет зазоры настолько, насколько нужно для работы. Высокая точность руха – это характерно для всех передач винтовых. Незначный знос – тривали термин службы. Потому что высокая твердость и очень высокая твердость и очень высокая твердость, оно может обеспечить срок службы значительно больше, чем резьба ковзания. Ну и здатность работы без змащения – это не мается на увазе то, что совсем без змащения. Но не нужна система подачи мастила в зону работы кульок. Тобто пластичной, а львы достаточно для того, чтобы смачивать передачу. Это также хорошо. Недолики, конечно, ну как же без недоликов, значная важность, потому что, чтобы отримать высокотвердую поверхность, нам нужно использовать качественную сталь. А вона коштует, коштует забогатенько. Ну и конструкция значительно сложнейшая. Тобто складность конструкции выготовления разразумела, потому что нарезать резьбу в двух деталях – это значительно простее, чем делать две канавки. Там еще я вам покажу. Канавки имеют специфический профиль. И нужно сделать кульки, подобрать их таких размеров, чтобы они были почти одинаковые. Або там есть и другие, и другие намагания сделать их более простыми, но не удается. Это очень сложная конструкция. Это большие радиальные размеры, потому что нужно где-то размещать канал повернения, а он, естественно, расположен в зону от резьбы. Таким образом, увеличивается размер всей передачи. В отсутствие самогальмирования. Тут такие же, как для резьбы ковзания, умовы. То есть высокий ККД означает, что нет самогальмирования. 96% означает, что нет самогальмирования в принципе. То есть, если нам нужно сделать что-то такое, чтобы оно было шарика кульковинтовой передачи, и мало будет зафиксировано в некоторых положениях, то нужно использовать додатковый механизм по типу муфты фрикционной, которая зафиксирует, благодаря которой можно зафиксировать вал или глинт в той позиции, в том положении, в котором нам нужно. То есть, если нам нужно перемещать, рухать механизм на какую-то певную отстань, то нужно, во-первых, отпустить глинт, потом включить механизм обертания или перемещения, обычно обертания, переместить гайку или глинт в нужное положение, и потом снова зафиксировать глинт в этом положении. Только так. Если есть какие-то проблемы с механизмом фиксации, то это очень неприятно для всех элементов глинтовой передачи. Так, и относительно невеликой швидкости пересувания, ну, такие вопросы. Надо рушить достаточно много кульок, обычно около 100 штук может быть, 100-120 кульок в одном литке. То, чтобы их переместить из одного положения в другую, при великой швидкости увеличивается тертение между кульками и дорожками, и додается тертение между кульками. Поэтому двигать можно, но делать это нужно с небольшой швидкостью. Ну, какие есть использования? Достаточно часто можно увидеть эти механизмы. Например, вот тут глинт довгий, тут гайка, гайка нерухома, но в осевом направлении она вертается, вертаясь, рухает глинт, может быть такой вариант, або гвинт нерухомый, а гайка ездит по гвинту и тягает за собой механизмы керувания литком. Такий вариант. Ось робот. Вот тут глинт, по нему рухается гайка, гайка перемещая руку робота в потребное положение. Ну, вот тут вот можете бачить. Винты, штут винты, вот такие. в подъемных механизмах от гайка, канал повернания, кульки. И, якщо, привод від червячной передачи, то маємо можливість рухати гайку, рухаючи гайку, рухаєм, обертаєм гайку, рухається гвинт, гвинт, шось такі, в важке, підімає або опускає. Ну, тут можете побачити десь, где-нибудь еще. Сказали мы, что, кроме кульок, есть еще особенность. Это канал повернания. Те, какие варианты есть? По-перше, кульки спрямовывают от одного витка до суседнего, через канал. Вот такой канал, закрытый, ну, тобто, прорезь закрыта сзовно, є, тут, ось, виток, доходить, кулька, до кінца каналу. Завдяки цьому элементу вона спрямовывается с кінця витка на начало. таких витков может быть деколька. Это зависит от того, какую количество кульок нам нужно использовать. В этом случае канал, сделанный в гайке, может сделать на винту. то здесь встанавливается и такой элемент, который перенаправляет кульки из конца витка на начало. И есть такие случаи, когда не винтовая линия, а цилиндричная канавка, но здесь увеличивается и поэтому этот вариант может быть, но не всегда полезным. Далее мы сейчас видели несколько вариантов таких с трубкой трубка с шайбы. вот вот она окремая, эта металь окремая. утримая трубки в их положении, в котором они должны быть. в лезть вот вот в лезть в лезть в лезть в лезть лезть в лезть в лезть в лезть на гайка рабочими лезть в витки повертаются через канал повернення. Канал может быть сквозь отвёр в гайке или в винте. Останний виток перенаправляются в отвёр також тут потрясня толщина чтобы не деформировалась ради солнечного навантажения ну тут можете бачить что есть витки и что они с конкретным кроком но вид здесь достаточно маленький вот такое же видео про коментую но тут все мое это цена 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 на канал повернення вот цена элементами отримаются пол бейерин кульковый подшипник над это не грех цена то оно какое Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok And circulation is achieved using return tube. As a result, the bearings return by way of the nut. Since the return tubes are located outside of the nut, this is known as an external circulation ball screw. Return tube, the bearings return via the return tube, which ensure that the bearings travel along a sealed circuit. The fixture block is used to anchor the elbows. Wipers The wipers are located at the outer ends of the nuts and serve to ensure a good seal. They prevent dust and cuttings from entering the bearing circuit. Internal circulation ball screws are composed of a screw, nuts, ball bearings, return caps, and wipers. The bearings circulate in single circles. The return cap spans two adjacent bearing races, forming a single closed circuit. Because the return cap is installed within the nut, this type of ball screw is known as an internal circulation ball screw. Return cap Тут бачите Доброе видно Кульки рухаются До Витбывача Потім перекидываются На Один виток Плище На начало І Таким чином И Рух Продолжение следует... 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 Продолжение следует...